Петербург – город мостов. Большие и маленькие, разводные и нет. Романтичные переправы можно найти не только в центре, но и в пригородах. И здесь они не менее очаровательны. Этот мост чаще других становится героем свадебных фотографий и фотосессий. Мраморная колоннада на гранитном основании буквально погружает нас в романтическую атмосферу. Совсем недавно мост отреставрировали. И теперь он, бесспорно, один из самых красивых. Екатерина II отправляла своих архитекторов в Англию, чтобы те привозили всяческие гравюры английские, да, английских парков, с которых, соответственно, потом были сделаны проекты. И вот одним из таких проектов является наш мраморный мост. И это название не единственное. Еще он Палладиев по фамилии архитектора мостов-прототипов в парках Уилтон и Стоу. А также сибирский, ведь детали моста изготовили на Екатеринбургской гранильной фабрике из сибирского мрамора. За буквально какие-то секунды, проходя по Екатерининскому парку, ты можешь оказаться в Англии. Да, это такая, ну, по сути, машина времени, которая тебя переносит в английский парк. Нередко свидания в Павловском парке назначают именно на этом мосту. Во-первых, напротив него находилась первая постройка Павловского парка – охотничий домик, павильон «Крик». Именно там цесаревич Павел отдыхал на охоте вместе с Марией Федоровной. А во-вторых, он просто очень красивый. Интересно, что так искусно был оформлен вполне функциональный объект. Базы украсили ледорезы, а сам мост служил плотиной. Здесь за счет Висконтиевого моста плотины широко разливается славянка и образует пруд, который сейчас красиво зарос кувшинками, окружен зеленью, газонами и деревьями. Название Висконтиев, оно не случайно в том смысле, что два поколения – мастеров, занимались строительством построек в Павловском парке, должно бы так или иначе быть увековечено. Дорога из центра Петербурга до Колпина займет не меньше часа. Но именно здесь вы можете увидеть такие живописные виды берегов реки Ижора и этот старинный железнодорожный мост. Когда-то именно Колпина стала первой станцией на железной дороге, соединявшей Петербург и Москву. Так что, возможно, именно по нему когда-то проезжал сам император. Петербург, безусловно, столица мостов России. Стоит обратить свое внимание не только на переправы в центре города. Отправиться в небольшое путешествие, сделать необычные фото, изучить мифы и легенды – такие занятия можно смело внести в список дел на лето. Субтитры создавал DimaTorzok